В этом выпуске 12 слов тотального мы расскажем о словах кринолин, экстерн и закуток. Кринолин это широкая юбка на тонких обручах, модная в середине 19 века. Если дать более подробное определение, то так называли и саму конструкцию из металлических колец и пружин, закрепленных на некотором расстоянии друг от друга, и широкую юбку на основе этой конструкции. Слово это пришло к нам из французского языка. В нем спрятались два латинских корня. Первый – кринис, волос, второй – линум, линяная ткань. Слово «экстерн», как имя существительное, сейчас употребляется редко. Нам гораздо лучше знакомо образованное от него наречие «экстерном», то есть без посещения занятий в соответствующем учебном заведении. Можно окончить девятый класс экстерном, сдать экзамены экстерном и так далее. А что же это за экстерн такой? Это слово пришло к нам из французского языка, в котором восходит к латинскому «экстернус» – чужой, посторонний. Экстерн – это человек, сдающий экзамены за курс учебного заведения, в котором он не обучался. А еще в России до 1917 года так назвали ученика закрытого учебного заведения, не живущего в интернате или при нем. И еще одно ушедшее значение этого слова – экстерн – внештатный врач или студент-медик, бесплатно работавший в больнице или ином учреждении в целях прохождения практики. Но если есть экстерн, то должен быть и интерн, и такое слово существует, и оно знакомо многим. Так называют врача, проходящего интернатуру. Интернатура – это форма стажировки молодых врачей при клиниках или больницах. Как нетрудно догадаться, интерн тоже восходит к латинскому языку, где «интернус» означает «внутренний». К этому же корню восходит и существительное «интернат». За кутком называем мы укромное место, уголок в каком-либо помещении. Это разговорное слово, но входящее в состав русского литературного языка. А вот его ближайшие родственники оказались за пределами литературного языка, они встречаются в русских говорах. Это существительное «закут», «закута», «закуток» и «закутка». Все четыре слова значат одно и то же. Это хлев для скота, обычно мелкого, а также тесное темное помещение, чулант, кладовая. Во всех названных словах «за» историческая приставка, а корень здесь «кут», означавший угол чего-либо, угол в доме. Этот корень известен в других славянских языках. Лингвисты полагают, что в старину слова «кут» и «угол» обозначали разные углы. Угол – внешний, выпуклый, а «кут» – внутренний или вогнутый. Конечно, невозможно не задать вопрос, связаны ли между собой слова «кут» и «кутать», то есть плотно завертывать, слишком тепло одевать. Этимологический словарь Макса Фасмера отвечает на этот вопрос отрицательно. Глагол «кутать» сближаются словами из других индоевропейских языков, например, с древними прусскими словами «по кунст» – прикрывать, сохранять, «кунти» – ухаживать, присматривать. Так что в словах «закуток» и «кутать» корни исторически разные.